Эта субмарина стала настоящей легендой советских подводных сил. Альфа, Лира, Малютка, Заказ Русанова. Как это бывало неоднократно, главными пропагандистами нашей военной техники стали американцы. На страницах бестселлеров главного писателя Пентагона Тома Кленси, Альфа стала настоящим злым гением американских подводников. Их главным противником, неуязвимым и смертельно опасным. Такая репутация вполне заслужена. Создание подводных лодок 705-го проекта было настоящим прорывом в технологиях строительства боевых субмарин, разработке бортовой автоматики и оружия. В этой сфере не меньшее достижение, чем запуск первого пилотируемого корабля в космонавтике. Сами конструкторы называли свое детище скромно, Заказ Русанова. По фамилии выдающегося инженера, руководителя номерного СКБ-143, которое позже получило название «Малахит». Конец 50-х годов. Сверхдержавы только начали гонку подводных атомных вооружений. К этому времени у американцев всего лишь 9 атомных лодок всех типов. У Советского Союза еще меньше. Все это корабли раннего поколения, не слишком надежные и далекие от совершенства. Соединенные Штаты энергично работают на перспективу. Они проектируют новейшую лодку «Стерджен», которая будет сдана флоту в 67-м году. Главным новшеством «Стерджен» было ее основное оружие – ракета-торпеда «Саброк» с ядерной боеголовкой. Наши конструкторы искали варианты отражения не только этой угрозы, но и тех, которые могут возникнуть в более отдаленной перспективе. В конечном счете возникла мысль создать своеобразного подводного «Волкодава» – истребитель подводных лодок. Его задумали как сверхманевренную и сверхскоростную лодку малого размера с минимальным экипажем. Многие функции экипажа в плавании должна была взять на себя автоматика. Но задумать и сделать не одно и то же. Конструкторы оказались перед лицом множество проблем. Чаще всего они требовали не просто верного, а по-настоящему революционного технического решения. Для того, чтобы реализовать эту идею, по тому времени нужно было уйти за некоторый предел, достигнутый наукой и техникой в это время. Поэтому и разработчики, и флот понимали, понимали, что нужно будет достичь уровня не того уровня, который известен сегодня в части научных исследований, даже тактики ведения войны, а некоторому уровню, существующему в перспективе. Боролись за каждый килограмм веса. Эта борьба привела к тому, что в качестве материала корпуса и основного оборудования был выбран титан. Этот баснословно дорогой металл значительно легче и прочнее обыкновенной стали. Кроме того, он маломагнитен, и, следовательно, титановую лодку труднее обнаружить. В результате был создан корабль водоизмещением всего в 2300 тонн. Современные атомные лодки-охотники весят в три раза больше. Не случайно наши моряки прозвали Альфу Малюткой. Именно отсюда, с главного командного пункта, осуществлялось управление подводной лодкой. Все сложнейшие задачи, стоящие перед экипажем, помогала решить систему комплексной автоматизации, впервые применённая на подводных кораблях. Корабль был рассчитан на необычайно малочисленный экипаж. Сделать это удалось за счёт автоматизации управления. Все боевые и технические средства Альфы объединили в связанные между собой комплексы. В итоге на корабле исчезли столь привычные для каждого моряка вахты в отсеках. Были введены так называемые подвижные вахты, когда отсеки проверялись периодически. Максимально механизировали даже все работы на камбузе. Экипаж численностью в мотострелковый взвод состоял исключительно из офицеров и мичманов. У нас были высокопрофессиональные экипажи. Ведь состав экипажа, вы знаете, 24 офицера, 6 мичманов и кок-матрос. То есть у нас был практически офицерский экипаж. Естественно, когда сидит акустик, не матрос первого года, а когда сидит капитан третьего ранга, который уже прошел огонь, воду и медные трубы. И слушает, а мы у нас слушали только экран и еще слуховое, то есть шумополингование, это все наушники, наушники к себе. Это позволяло, значит, обнаруживать цели, совершенно, значит, которые можно было даже не услышать или не увидеть. Умудрялись. Но даже с титановым корпусом и предельно автоматизированное, альфа не была бы столь миниатюрной, если бы не реактор новейшего типа. В реакторах лодок первых поколений охлаждение было водяным. В жилах альфы тек раскаленный металл, сплав свинца и висмута. Недостатка...